В Якутске с Днём Защитника Отечества поздравили отцов-одиночек. Участники некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений» в рамках акции под названием «Корпоративное волонтёрство» вручили этим семьям действительно нужные подарки. Рассказывает наш корреспондент Семён Родионов. Девятилетнему Тимуру он учится во вторую смену. Будет, что рассказать одноклассникам. Сегодня утром ему подарили ноутбук, который так нужен для учёбы. Отец школьника Георгий Васильев в пятый год воспитывает Тимура один. Признаётся, поначалу было нелегко. Впервые, конечно, было трудно. Трудности были. Сейчас более-менее так стало полегче. Вырос уже. Стал помогать, по-дому. Самостоятельно остаётся. Иногда, когда меня нет. Во время работы. Раньше всегда со мной был. А вот у 30-летнего Анатолия Афанасьева забот гораздо больше. Он один растит сразу трёх сыновей. Младшему из них всего два года. Необычная семья живёт в съёмном доме в пригороде Якутска. Глава семейства работает поваром в ресторане. Ему приходится трудиться до поздней ночи, чтобы прокормить семью. Пока Анатолия нет дома, за детьми присматривает дедушка. У нас своего дома нет. Нам участок дали. До сих пор документы ещё не готовы. Представители некоммерческой организации заранее предупредили, что семье очень нужна детская кровать. Сейчас четырёхлетний Вадим, трёхлетний Вальдемар и двухлетний Мигель спят на старом диване вместе с отцом. Представители некоммерческой организации вручили главе семейства сертификат на 30 тысяч рублей для приобретения мебели. Я у них спросил, что именно можно. Они сказали. Игрушки, одежду. На данный момент у нас кроваток не хватает. Подарили им подарки, которые они очень нуждаются. Это и мебель для дома, это и для развития ученика, это и ноутбук. И я думаю, что мы эту акцию будем продолжать. И мы с сегодняшнего дня объявляем эстафету, корпоративное волонтёрство и вручаем эту палочку эстафеты нашим коллегам компании РИК Петру Вячеславовичу Алексееву. Отцов-одиночек поздравили с Днём Защитника Отечества в рамках проекта «Добрая Якутия», организованного некоммерческой организацией «Целевой фонд будущих поколений». Семён Родионов, Елия Царомятников, Якутск.